В сегодняшнем уроке мы рассмотрим подробно с примерами падеж средства в турецком языке. Это один из дополнительных падежей, основных падежей, как вы знаете, у нас 5. Падеж средства может означать средство передвижения, средство действия, состояние или указывать на совместность действия. Отвечают на такие вопросы. Кимин ли? Ким или? С кем? Кем? Не или? Не или? С чем? Чем? На чем? Насыл? Как? И незаман? Когда? Падеж средства можно выразить двумя вариантами. Это может быть слово плюс предлог или, который переводится как с. И в отличие от русского языка мы используем предлог, а потом слово. Например, с бумагой, с папой, с ребенком. В турецком же языке наоборот. Будет сначала слово, а потом уже предлог. Но означать будет то же самое, что и в русском языке. Например, баба или будет переводиться как с папой. Также падеж средства можно выражать аффиксами. Это происходит, когда предлог или соединяется со словом. И тогда это уже у нас не предлог, а аффикс, который имеет два варианта. Для твердых гласных а, и, о и, у это ла и и ла. И для мягких гласных э, и, 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 это ле и и ле. Если слово у нас заканчивается на согласную букву, мы используем аффиксы ла и ле. И если заканчивается на гласную букву, то у нас здесь добавляется соединительная частица е, и получаем аффиксы и ла и и ле. Для того, чтобы понять использование аффиксов ла и ле, давайте рассмотрим некоторые примеры. Посмотрим, если у нас слово это объект средства передвижения. Например, «бен окула бисеклетле гельёрум». Для начала посмотрим, у нас аффикс ле, потому что последним слоги слова «бисеклет», буква «э» у нас мягкая. И так как слово заканчивается на согласную букву, то нам не нужно никакую соединительную частицу сюда добавлять, и получаем «бисеклетле». «бен окула бисеклетле гельёрум» переводится как «я езжу в школу на велосипеде». Дословно переводим «с велосипедом». Здесь «бисеклет» или «велосипед» у нас объект, это средство передвижения. И отвечает на вопрос «нейле». «Бен окула нейле гельёрум». «С чем» или «на чем». «На чем я езжу в школу?» «Я езжу в школу на велосипеде». Следующий пример. «Чинэ учакла гельёрус». Переводится как «мы летим в Китай самолетом». «Чинэ учакла». Заканчивается у нас слово «учак» на твердую гласную «а», поэтому используем аффикс «ла». Если переводить дословно «с самолетом». Ну, а если правильно, на русский язык переведем как «с самолетом». «Чем» отвечает на вопрос «нейле». «Чинэ нейле гельёрус». «Чинэ учакла гельёрус». «Мы летим в Китай самолетом». Другим вариантом можно сказать «Чинэ учак или гельёрус». «С самолетом». Это будет то же самое. То есть у нас всегда будет здесь два варианта. «Чинэ учакла гельёрус». «Чинэ учак или гельёрус». Потому что поддержь средства у нас можно выражать и так, и так. Следующий пример. «Сипарищенези контейнерле гельёрёрлор». «Они отправляют ваш заказ чем, не или контейнером». «Контейнерле». Здесь то же самое. Можно и «контейнер или» или «контейнерле». «Контейнером». Если дословно получается «с контейнером», но мы на русский переводим как «чем контейнером». Здесь у нас тоже «объект контейнер». «Контейнер» — это у нас средство передвижения. Теперь посмотрим на примеры, если у нас «объект» — это средство действия. Например, «Учитель пишет мелом». Дословно переводим как «с мелом». Отвечает на вопрос «чем», «не или». Следующий пример. Ребёнок рисует рисунок разноцветными карандашами. Ребенок рисует чем? Рисует у нас рингли калемлерле. К слову калемлер добавляем аффикс, у нас будет ле и получаем калемлерле. Следующий пример Ахмед чекич ле вурьер. Чем или с чем? Бьет, забивает Ахмед чекич ле молотком или с молотком бьет. Правильно грамматически, конечно, будет молотком. Теперь посмотрим, когда падеж средства у нас выражает совместное действие. Вот здесь есть такой небольшой нюанс. Когда мы используем личные местоимения с падежом средства, мы говорим не бенле, сенле или онла. А мы используем форму беним, мой, твой, сенин, онун, безим, сизин. И только в третьем лице множественном числе мы используем не онларын, а просто как личное местоимение онлар. И что мы получаем? Беним ле будет переводиться как со мной. Сенин ле с тобой, онун ла с ним, безим ле с нами, сизин ле с вами, онлар ла с ними. То есть мы не используем, мы не говорим бенле или сенле или онла, безле, сизле. А мы используем беним, сенин, онун, безим и сизин. Вот это нужно вам запомнить где-то себе в голове, потому что очень часто люди, которые турецкий язык изучают, путают и говорят бенле, сенле. Хотя так тоже можно использовать, но не в этом случае. Правильнее использовать именно вот в такой форме. Когда мы хотим сказать ты со мной или со мной ты, мы говорим не бенле сен, а говорим беним ле сен. Или когда мы хотим сказать он с тобой, мы говорим сенин ле о, мы с ним, онун ла, без и так далее. Здесь получается, что поддержь средства обозначает, когда кто-то с кем-то, что ведет за собой совместное действие. Как мы можем это использовать? Например, сизин ле танышмак истиорум. Я хочу с вами познакомиться. Мы не говорим сиз ле или сиз и ле танышмак истиорум. Правильно говорить сизин ле, что будет переводиться как с вами. Я хочу с вами познакомиться. Сизин ле танышмак истиорум. Так как познакомиться в любом случае можно только вдвоем, сам с собой знакомиться не будешь, поэтому в данном случае у нас идет совместное действие. Или, например, сенин ле конышмак истиорум. Я хочу с тобой поговорить. Смотрите, не сен ле, а сенин ле конышмак истиорум. Я хочу с тобой поговорить. Опять же, действие у нас идет совместное, потому что разговаривать можно вдвоем или более с людьми. И в данном случае тоже поддержь средства используется для обозначения совместного действия. Здесь отвечает на вопрос. Кимин ле. Кимин ле конышмак истиорум. Сенин ле конышмак истиорум. Следующее. Бугюн. Аркадашим ла. Синимая кидиорус. Сегодня я с другом. Мы с другом. Синимая кидиорус. Идем в кинотеатр. Здесь слово аркадашим ла. Аркадашим это мой друг. Аркадашим ла с моим другом. Так как здесь глагол идем, значит получается с моим другом кто идет. Я тоже включаюсь в эту группу. И получается, что мы. Опять же здесь совместное действие. Или следующий пример. И вот здесь тоже хочу вам показать два варианта. Как можно сказать практически одно и то же предложение. Но будет различаться в какой форме мы будем использовать глагол. Например. Бен ещим ле тателе гидиорус. Я еду на отдых с женой. И второй вариант такого же практически предложения. Эщим ле бен тателе гидиорус. Здесь в переводе на русский язык. Если мы захотим понять с нашей логикой. Может быть будет не совсем понятно. Почему в первом варианте мы используем глагол гидиорус. Я еду. Хотя там тоже вроде бы есть моя жена со мной. А во втором варианте мы едем. Используем уже гидиорус. Не я, а мы. Потому что когда в первом предложении. Смотрите. Бен тателе гидиорус. Я еду на отдых. И кемин ле с кем? Эщим ле. То есть я еду и как бы жену с собой прихватил на отдых. А во втором варианте. Эщим ле бен. Я с женой. Это уже получаемся мы. И поэтому здесь используем глагол гидиорус. И получается. Эщим ле бен тателе гидиорус. Надеюсь вам здесь будет понятно. Хотя это очень тонкая такая линия. Теперь пример. Если объект у нас описание действия. И отвечает на вопрос. Насл. Как? Например. Ищи. Кулайлыкла. Я пьер. Он с легкостью справляется с делом. Ищи. Я пьер. Делает работу. Или справляется с делом. Кулайлык. Это легкость. Кулайлыкла. С легкостью. Ищи. Насл. Я пьер. Как он делает эту работу. Ищи. Кулайлыкла. Я пьер. Он делает работу. Или справляется с делом. с легкостью или например долга бюк хызла гельёш волна приближается с великой скоростью долга насыл гельёш волна как приближается долга насыл гельёш долга бюк хызла с большой скоростью бюк у нас с большой с великой и получаем на вопрос насыл как долга насыл гельёш ответ долга бюк хызла гельёш также можно использовать падеж средства когда у нас объект описание времени действия и отвечает на вопрос не заман когда например зелин сеси или ярышма баш тьёш соревнование начинается с звука звонка зелин сеси это у нас здесь такой зафет как бы и к нему добавляем аффикс падежа средства так как слово сес это звук здесь у нас аффикс поэтому зелин сеси и между буковкой и и после гласной мы добавляем соединительную частицу е и получаем аффикс и ле сеси и ле ярышма баш тьёш соревнование начинается с звука звонка или второй пример гюнещин доушуйла шехир уяньор здесь у нас гюнещин доушу это восход солнца это тоже изофет и тоже заканчивается на гласную у поэтому у нас аффикс и ла и получаем гюнещин доушуйла шехир уяньор город просыпается с восходом солнца смотрите и здесь и там действие отвечает на вопрос не заман когда в первом предложении ярышма не заман баш тьёш ярышма зелин сесилия баш тьёш и во втором варианте шехирш незаман уяньор город когда просыпается и отвечаем гюнещин доушуйла шехир уяньор или шехирш гюнещин доушуйла уяньор можно переставлять слова и так и так будет одинаковый смысл как вы знаете глаголы управляют в турецком языке падежами и вот посмотрим на глаголы управляющие падежом средства это такие глаголы как аннашмак договариваться герюшмек видеться обсуждать барышмак мириться бозу шмак ссориться бирляшмек объединиться дэртлэшмек делиться проблемами гюляшмек бороться дансэтмек танцевать конушмак разговаривать курурдуймак гордиться чавирмек обносить чарпак умножать такие глаголы как аннашмак керюшмек там все понятно потому что у нас это идет совместное действие да договариваемся с кем-то видимся с кем-то миримся опять же с кем-то ссоримся с кем-то объединяемся с кем-то делимся проблемами то есть это всегда у нас действия происходят совместно это всегда должен с кем-то это действие делать поэтому здесь все понятно но есть такие глаголы как например гордиться то есть для того чтобы гордиться не нужно это несовместное действие с кем-то так ты кем-то гордишься или обносить но здесь нужно будет прив Например, обносить забор. Когда ты обносишь забор, ты можешь и сам его сделать. Без кого-то тоже нет никакого совместного действия. Или слово умножать. Ну, хотя умножать можно, в принципе, что-то на что-то. И да, здесь есть совместное действие. Но в логике на русском языке будет не совпадать с логикой турецкого языка. Посмотрим варианты. Сначала посмотрим те глаголы, которые у нас идут понятные. Это, например, Я разговариваю с мамой. Так как я разговариваю, с кем я разговариваю? На ответ С кем я разговариваю? Здесь вообще никаких вопросов. Или, например, Глагор Это делимся проблемами. Да, делимся проблемами с кем-то. Поэтому есть совместное действие. Значит, используем поддержь средства. Аркадашим ла С моим другом. Мы делимся проблемами с моим другом. Тоже все понятно. Кимин ле дэрт ле щерус. Аркадашим ла дэрт ле щерус. Следующий пример. Селим Мурат ла Гюрия щерш. Селим борется с Муратом. Ну, раз он борется, значит, он не один борется, а с кем-то борется. Совместное действие есть. Поэтому используем поддержь средства. Плюс, так как у нас слово Мурат, это имя собственное, мы не забываем отделять аффикс от имя собственного апострофа. И Селим Кимин ле гюрищер. С кем борется Селим? Селим Мурат ла гюрищер. Селим борется с Муратом. Здесь все понятно. И теперь переходим к глаголам, которые не совсем понятны для нас. Например, Бабам Беним ле гурур ду ёрш. Мой отец гордится мной. Гордится кем? Гордится мной. То есть, в русском языке не с кем, да, как бы, а кем. Не совсем понятно, почему папа со мной гордится. Но вот в турецком языке, это надо просто запоминать, этот глагол гурур ду ёрш всегда используется с падежом средства, всегда. И получаем Бабам Беним ле гурур ду ёрш. Ну вот, принимайте турецкий язык такой, какой он есть. Здесь никакого варианта для объяснения просто как бы нет. Или Бахчеи дуварла чевирёрус. Мы обносим огород чем? Забором. Ну, здесь более-менее понятно. Огород обносим с забором, да, дуварла бахчеи. Нейли чевирёрус. Бахчеи дуварла чевирёрус. И последний пример. Бе щися кизле чарпёрум. Умножаю 5 на 8. Если дословно переведем, получается 5 с 8 умножаю. Здесь, возможно, не совпадает логика русского и турецкого языка. Это тоже с практикой вы принимаете и просто уже используете эти глаголы в нужных падежах. Проблем с этим не будет после того, как у вас будет достаточно практики. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч.